Быть или не быть? Этот шекспировский вопрос вновь возник по поводу увековечения памяти известного российского философа Василия Розанова, последние годы жизни которого были связаны с Сергиевым посадом. С августа 1917 по февраль 1919 года Розанов жил и работал на Красюковке, в доме номер один на Полевой улице. Василий Васильевич Розанов совершенно неповторимая, оригинальнейшая личность. И, естественно, писатель, и религиозный, и в вопросах пола он необыкновенно интересен. Вот и вообще нравственность человеческая. И как писатель он пишет быстро текущие мысли записывает, чего никто еще никогда не делал. Вот опавшие листья, мимолетные, уединенные. Это все вот три. Там еще будут вещи, которые просто читать, не вкновенно интересно как-то следить за этой мыслью. Писатель, краевед, почетный гражданин Сергея Посадского района Юрий Палагин уже который год добивается решения о сохранении и реставрации дома, в котором прошли последние годы жизни Василия Розанова. Строение тем временем продолжает ветшать. Юрий Николаевич не единственный человек, который считает необходимым увековечить память известного русского философа. Проект памятника Василию Розанову создал ходьковский скульптор Юрий Хмелевской. В разговорах с Палагином Юрием Николаевичем мы часто, значит, на эту тему переходили, рассказывали, вот и дом, который бы можно было в музей превратить, и его почитание здесь, на этой земле, конечно, должно быть чем-то, как говорится, отмечено. Мне эта тема интересная, тем более он очень такой характерный, лицо его, образ как бы очень такой пластически интересный, ну и то, что он философ, то, что он действительно достоин быть как бы отражен на этой земле. Работая над проектом памятника Розанову, Юрий Хмелевской перечитывал его работы, биографию, пересматривал фотографии. Свои предложения в проект вносили сотрудники библиотеки имени Василия Розанова. По предварительной договоренности бронзовый бюст на гранитном постаменте планировали установить во дворе библиотеки, носящей его имя. Но профинансировать проект некому. Это где-то 837 тысяч там, вот как бы так получалось официально, да. В эту сумму реально можно вложиться. Это небольшие деньги для памятника вообще, которые обычно миллионы стоят. За литье я из этого отдам. Камень 370 тысяч. Вот за формовку я отдал 100 тысяч. Ну вот. Формы для отливки памятника Розанову ждут своего часа в мастерской Юрия Хмелевского, как и последнее пристанище философа на улице Полевой в Посаде. Кстати, единственное, сохранившееся в России. Если найдется какой-нибудь один спонсор, который сможет там, ну, допустим, 100 тысяч найти, остальное все по каким-то небольшим добавить и получится. Но город тоже должен быть заинтересован. Хоть какую-то сумму они могут выделить на это дело, пусть не полностью. Дело в том, что раз он включен так сейчас в туристический кластер, как говорится, осмотреть-то, что это был бы тоже один из объектов. В том, что туристический маршрут к Розанову может стать еще одним брендом Сергея Посада, уверены и работники туриндустрии. Очень много, очень долго могу говорить о Розанове, вот об этой теме, потому что в последнее время, ты знаешь, есть явно интересный интеллектуальный туризм. Вот именно интеллектуальный туризм. А все меньше людей хотят приезжать такими большими автобусами на бегу, и все больше людей хотят потратить свое время, свои деньги, свои какие-то эмоции, подключить к туризму, который им был бы очень близок. Они готовы жить у нас, они готовы бродить по этим улицам. 5 февраля 2019 года исполнится 100 лет со дня кончины Василия Розанова. Кроме скромной могилы в Черниговском скиту и небольшой таблички на доме, в котором он жил, больше никаких памятных знаков самому загадочному русскому философу на этой земле нет. Краевед Юрий Палагин собирает в папку чиновничьи отписки, хотя в их числе недавно появилась одна, чуть-чуть обнадеживающая, из Главного управления культурного наследия Московской области. В письме сообщается, что дом Розанова в Сергиевом посаде, цитата, «отнесен к объектам, обладающим признаками культурного наследия». Конец цитаты. Ирина Максимова, Антон Коврижных. Тема. Продолжение следует...